сегодня я вам хочу показать мою коллекцию теней это видео будет по запросу одной из моих подписчиц хочу вам сразу сказать что я стараюсь по мере возможности выполнять все ваши запросы поэтому пожалуйста смотрите ждите видео тем кому интересно оставайтесь со мной кому нет пожалуйста нажмите крестик итак смотрите пожалуйста мою коллекцию и так это моя коллекция теней моих самых любимых здесь собраны все тени которым я пользуюсь данный момент все те которыми я не пользуюсь они были либо ростом подарены или отправились на покой так скажем расскажу чуть-чуть поподробнее про каждой тени уделю чуть-чуть каждым теням и постараюсь показать сводчи насколько это будет возможным итак оставайтесь со мной если вам интересно итак начну пожалуй с палеток и и первыми любимицами в принципе все тени мои любимые будут тени шанель выглядят они все одинаково в смысле четверки палетки вот такая коробочка с эмблемой шанель первое это самые мои такие старые любимые тени они уже немножко так сказать поисчерпались вот этого тона почти уже нет это номер 08 ванитас очень красивые такие тени в сиреневатой лиловой гамме очень мне нравится и вот как можете видеть достаточно часто ими пользоваться попробую показать сводчи вот этот кружок он такой сиреневато фиолетовый сотливом светлый кружок который уже очень мало вот так выглядит вот этот кружок он сиренево-золотым шиммером вообще очень нравится замечательный цвет на камере конечно сложновато передать но попробую так следующий это сиреневый это вот этот оттеночек такой сиреневый цвет очень нравится эта палетка знаю закончится может быть приобрету еще и раз так следующие также тени шанель это не стекаясь 14 не стекаясь тоже одна из моих любимых палеток замечательная палетка на день на вечер вообще всевозможные макияж можно снести и так сводчи вот этот розовый кружок такой он очень светлый такой розово-белый можно сказать далее такой этот кружок коричневатопесочный вот так следующий это серебристый такой серебристый и темный кружок вот такой коричневый вот они все вместе замечательное сочетание отлично держится это было не стекаясь так следующая палетка это это рождественская вы ее видели я делала с ней макияж вот вы можете даже сравнить многие я знаю говорили что они похожи мистикайс в смысле и рождественская можете в принципе увидеть вот это мистикайс вот это рождественская палетка линитка они все-таки разные не знаю кто там нашел схожи с ними может быть чуть-чуть но не знаю для меня они разные и так очень красивый коричневый цвет с блесками отличие еще от мистикайс что они идут плюсками все-таки рождество раз честно с какой палеткой цвет шампанского вот этот вот вот этот тон этот коричневый вот этот я вам показывала далее так то есть показать розовый но что-то не очень сейчас секундочку вот такой розовый и коричневый с отливом вот такой он отличается от вот этого верхнего коричневого тем что в нем отлив а в этом больше блесток вот сверкает а вот этот коричневый с отливом сейчас моя любовь номер один сейчас только ими покрашивается вообще очень нравится мне так следующее еще палетка от шанель это каско каско беж замечательно на карри глазах на голубые глаза голубые вообще отлично подчеркивает очень мне нравится эта палетка сейчас вам покажу сводчи попытаюсь показать вот этот цвет такое коричневатый бежеватый так этот светлый такой цвет так дальше уже заканчиваются пальцы на сводчи вот такой тауповый цвет тауповый вот такой и вот этот темный вот такой в общем очень замечательная палетка вообще обожаю тени шины но у них конечно есть одно но что их нужно все-таки наносить я считаю на базу потому что они не потому что они не такие интенсивные как может быть какие-то другие там тени диор поэтому для интенсивности для придания интенсивности нужно наносить все-таки на базу так следующее это палетки диор диор палетки и вообще тени диор мои любимицы их можно наносить без базы они отлично держатся отлично в течение дня будут сидеть и не осыпаются и так скажем не скатываются не знаю у меня во всяком случае у меня это палетка 609 вот такая конечно вот розовый тут сложно передается на камере вот так вот такая летняя для меня во всяком случае летний весенний я и пользуюсь летом весной номер 609 такая называется сводчи попробую передать некоторые еще хочу давать что некоторые так скажем пользователи косметики не очень любят тени диор считают что они очень фростовый очень много блеска не знаю мне очень нравится замечательный блеск по моему только плюс итак вот этот оттенок это у нас такой коричневато серовато золотой рядышком золотисто так скажем бежевый не знаю вот смотрите вот он вот он такой светлое такое золото так далее какой коричневый вот этот такое еще похоже вот напротив этого цвета это может быть чуть темнее этот золотистый светло золотистый чуть светлее и в нем больше такого белого и так розовый остался у нас и вот такой розовый конечно розовый здесь немножко на камере выбелен но он в принципе такой в жизни розового поменьше побольше белого перламутра розово-белый перламутр вот такие в общем оттеночки в этой палетке так следующая палетка это осенняя палетка я делала с ней макияж это номер 844 мисси мало вообще замечательная палетка не знаю на осень вообще все осенние цвета мне кажется и брюнеткам блондинкам подойдут потому что с этой палеткой можно делать разные сочетания здесь есть извиняюсь кисочка падает есть сочетание можно как рекомендуют и вот таким образом сочетать то есть основной хайлайтер под бровь и уголок можно в таком порядке по диагонали основной хайлайтер и уголок можно по два цвета сочетать то есть всевозможные комбинации и так сводчи вот этот это матовый оттенок матово-сиренево-серый так скажем такой рядом внизу верный с перламутром коричневато сиренево вот они два вместе так это белый с таким крупным белым так скажем шиммером конкретно белый цвет вот этот розовый с отливом розовый такой розовый с отливом сиреневатый так еще раз ну камера конечно не так передаст как они по-настоящему и посередине он у него и текстура немножко другая он идет такой серо-сиренево-фиолетовый черничный с шиммером вот так он красивый с отливом текстура немножко немножко другая те более мягкие тени вот эти а у этого более немножко вот не знаю как это крупноватый помол что ли но качество от этого не страдает и так моя любимая осенняя палетка 844 идет так следующее от теор эта палетка уже идет называется наверное пять colors дизайнер или архитектор такая эти палетки выходят различных сочетаниях у меня номер 208 такой что мне нравится в этих палетках именно которые дизайнер что у каждого что у каждого так скажем тона или цвета есть предназначение то есть здесь используется база даже подписывается база она такая светлая такая кремообразная текстура светлая с таким отливом основной цвет вот он посередине и все все они подписаны вот так через вот такую пластмассовую крышечку это основной цвет это шиммер ой извиняюсь не шиммер а хайлайтер то есть она носится под бровь или в уголок глаза это цвет теневой то есть это для уголка для внешнего для складочки и лайнер или подводка для лет и подводки и с в